всем привет друзья с вами урок он в этом видео мы опять прогуляемся по жилому массиву по частному сектору посмотрим на разные красивые дома совсем недавно я еще обнаружил такую интересную скажем так место интересная такая тропиночка меня заинтересовала я там прогулялся и решил снять об этом видео значит вот так это табиночку я впервые увидел и куда-то она уходила вообще вглубь живого жилого массива живого массива жилого массива и кстати меня очень удивило вот это вот щебенка это достаточно редкость даже для частного сектора вот так здесь живут дома уезжали живут люди вообще без заборов без всего никаких ограждений ничего нету здесь вот заброшенный домик куча апельсинов лежит такая прям все заросло травой интересно кстати я сейчас также готовлю видео видео по заброшенным домам сейчас мои копилки уже около шести семей домов находятся они с огромным разбросом там не знаю в шесть в семь станций поезда друг от друга затем я все это соберу воедино и мы снимем интересный выпуск заброшенные дома ну а сейчас поехали в живые дома посмотрим как у нас живут люди вот кстати есть вот такой стиль домов тут вообще конкретный прям минимализм люди настолько все упрощают посмотрите какая геометрия вообще здания ну все настолько просто и вот прихожая просто не знаю все такое прям топорная здесь забор виде какой-то просто бетонной стены все здесь залито жалюзи вот эти какой-то не знаю отделка какого-то бокса гаража ну то есть вот так вот люди любят ни единого горшочка ничего никакой ни травиночки но мы с вами сейчас зайдем туда вглубь там много всего интересного есть я здесь когда гулял вообще много останавливался смотрел на все было очень интересно все здесь мы видим уже аккуратненько асфальтик все чистенько аккуратненько здесь тоже какая-то эта тропинка ведет прям туда к нам к жилому калиточке как всегда везде эти аппараты с разными лимонадами минеральными водами так здесь у нас по соседству такой двухэтажный многоквартирный домик мы видим много там в ряд дальше еще такие будут вот почтовые ящички здесь там человек что-то ремонтирует по-видимому это парикмахерская здесь и так все выставлено колумбочками огромный алоэ просто громаднейший очень часто встречается такая картина так а здесь у нас служба доставки скажем но такая почта здесь тропиночка тоже куда-то уходит вообще так это все выглядит прям уютненько все в горшочках разных кругом классно так сегодня здесь прям что-то народу расходилось очень много тот кто ну вообще знаком с этой темой обычно в таких местах вообще безлюдно очень мало людей в этот раз вот пять шесть человек свободно конечно свободно можно назвать толпой вот как вы видите люди очень приветливы просто вот могут обратить внимание на вас и просто поздороваться я даже через маску понял что она прям улыбалась по ее мимике здесь вот такой вот дворик у человека фиат кстати вот такая модель очень распространена в японии а и вот вы видите кто-то для красоты построил из кирпичика такую стоечку с импровизировал такой колодец с этой старой колонкой которые раньше иногда она попадалась ко мне и причем я однажды действующую нашел колонку то очень старая здесь все в папоротничках но вот всеми любимый в японии дарай мон очень известное аниме тут все игрушечные жуки так ну поехали дальше тоже такой домик верандочка здесь по-видимому какой-то маленький местный муниципалитет частенько вот такие здания встречаются и они там бывают какой-то флаг японский там еще какие-то объявления прочие истории ох собачечка там увидела детишки испугались просто здесь вот так все красиво даже кондиционеры стоят все украшено красиво разными горшочками классно выглядит вот кстати вы видите впереди меня идет девочка возвращается со школы всего такие маленькие детишки они самостоятельно перемещаются везде но это уже скажем так взрослые до мальчуганы а есть прям вообще малыши которых прям ну опасно казалось бы вообще отпускать куда-то там одного но детишки настолько уже воспитанные с малого возраста что уже сами перемещаются везде в школу ходят первоклашки там обратно из школы так вот здесь вообще классно там я немножко стесняюсь прям туда заглядывать но так там все уютненько как же там все так классно выглядит здесь открыто окно кстати да вот он этот дом очень красивый у человека полностью все заросло виноградом он аккуратно выстригает отверстия но под окна вот здесь вообще даже частично посмотрите как это классно там на втором этаже вижу свет горит с таким заборчиком здесь кстати удобного такой заборчик он складывается и практически ну вообще не занимает место все очень аккуратно это это сам здесь живет даже под маленькое окошечко где-то там видимо туалет может быть тоже аккуратненько выстыгли классно классно так пойдемте дальше с вами посмотрим что здесь у нас вот тоже такие интересные балкончики из оргстекла прозрачный выглядит все интересно так машин нету идем дальше там девушка что-то нашла на дороге видимо кого-то там раздавило а там ящерка сидит вот здесь такая красивая верандочка тоже у людей маленькая ящерка вот и шкода маленькая давай беги 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 опасно на дороге сидеть девушка девушка до последнего шла и смотрела на меня потом увидел что я тоже обратил внимание такая ящерка надеюсь чувак там не раздавило на велосипеде так здесь у нас кстати вот часть частенько попадаются вот такие многоквартирные домики вот похоже мы и живем с женой тоже только здесь вот шесть квартир у нас около десяти вот тоже такой же домик такого же плана с балкончиками кто-то в предыдущих видео обзывал такие дома типа вообще ужасные там какая-то вообще там тюрьма да ничего подобного там внутри достаточно очень очень даже комфортно большая площадь я в санкт-петербурге жил в студии не знаю 23 квадрата было вот там-то действительно теснота и там такой человейник я не знаю там огромные дома не знаю это страшно правда выглядит а здесь вполне тут буквально там шесть-десять квартирок и нет никакого шума никто никому не мешает всегда все спокойненько здесь я тоже так все вот теперь вы видите да понимаете что здесь теперь безлюдно тишина вы понимаете почему тех пяти людей я называл толпой вот здесь кстати я обратил внимание такая вывеска это флейта сякухати я недавно про нее рассказывал в одних из видео что их изготавливают из бамбука а здесь вот в этом здании есть школа ну скорее всего человек живет здесь и преподает мне кстати давно была уже такая мечта купить себе флейту сякухати это еще когда я волгограде жил у меня просто один мой товарищ он тоже купил себе флейту сякухати и много на ней учился сам играть и в принципе научился и там на ней можно импровизировать вообще классная музыка классный звук выдает вообще этот музыкальный инструмент кстати моя заставка на моем канале именно в ней звучит флейта сякухати и сыграл эти звуки на флейте именно тот самый мой товарищ руслан привет так здесь у нас такая тропиночка тут уже прям чувствуется что это япония тесный жилой массив теснота теснота здесь такие вот дворики у людей разная бытовуха там всякие шланги здесь вообще по сути забора никакого нету все так чисто условно я хочу отметить что японцы вообще к заборам как то не знаю если они есть то они условные ворота зачастую всегда открыты вот тоже мы здесь видим опять многоквартирный вот здесь этот дом очень похож на тот дом в котором мы живем с женой ри точь-в-точь прям очень похоже ах да и кстати обратите внимание вот японцы они очень не любят ну в этом плане они суеверны они не любят цифру 4 потому что на японском она созвучна там со смертью поэтому здесь идет видите номер 103 105 сразу и все весь дом питается вот на газовых баллонах как и вся как и вся япония и каждый раз приезжают люди на машинах и производят замену газ очень дорогой в японии и мы кстати мы тоже живем у нас квартира должна быть 204 но по факту у нас номер 205 а соседи у нас 203 интересно а здесь вот такой четырех квартирный домик небольшой интересные вообще эти цветы и растения здесь вот две пальмочки по соседству да но это прям вообще такая узкая улочка вот кстати тот самый мелколистный клён японский как там птицы расщебечились так а здесь у нас строят новый дом здесь вот уже опалубка бетонная опалубка все остальное делается из дерева вот будущие стены вот в пакетах утеплитель весь каркас скажем так скелет домов вот все которых вы тут видите вот за спиной дом он именно построен вот по такой системе такой дом примерно будет готов месяца через полтора через два и я не преувеличиваю я уже имел такое опытное наблюдение рядом недалеко от нашего дома вот просто была такая чистая пустая земля затем ну я мимо этого места всегда ходила на станцию на поезд и примерно ну там два месяца назад начали делать там этот дом также заливать бетон опалубку все дела там каркасы собирать деревянный и просто вот они делали 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 месяц может быть вот все это выглядело в виде каркаса и потом вот так вот бах просто за две недели уже готовый дом с посаженными деревьями спаса все забор облицовка полностью табличка с фамилией просто выглядит ну вообще такая красота вот сейчас я покажу пример вот примерно это потом выглядит вот так просто вот такой ухоженный дом заборчики все 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 облицовка все очень красиво кондиционеры счетчики все этом коммуникации я просто офигел думаю за две недели такой дом и еще там буквально через неделю уже все стоит машина белье висит люди уже живут все и не скажешь что два месяца назад здесь была голая земля настолько это все необычно очень быстро вот тоже 6 квартирок да все чистенько так ухоженно я говорю а вот такой вот стиль я называю прямо конкретным прям минимализм вы видите что вот такие дома здесь чисто отведена маленькая парковочка для машины и все и ничего лишнего сплошной как говорится бетон и дома кругом вообще но вот там горшочек один маленький вижу не знаю и у меня еще такое ощущение что такие люди прям специально собираются в одном месте и такие жилые массивы они прям все находятся в одном месте это очень-очень удивительно вот тут целая целая гвардия японцев возвращается со школы так ну мы наверное закончим этот выпуск друзья надеюсь было интересно вот такой получился маленькая прогулочка по жилому массиву я буду чаще еще снимать на такую тему и мы еще увидим много интересного как живут японцы но я с вами прощаюсь всем желаю добра с вами был ракун сайонара пока пока а 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 Субтитры создавал DimaTorzok